Девушки отдыхают Девушки отдыхают Чтобы разобраться с ситуацией, многодетные родители инициировали встречу с главой администрации Алексеем Голубевым. В муниципалитете отметили, что совещание прошло в формате конструктивного диалога. Обменялись мнениями, кто что не понимал и почему такая ситуация случилась. Администрация признала свои ошибки об информировании, не своевременном, или при сбое информации, которую довела. Это многодетные семьи обозначили свои проблемы и глава администрации предложил определенный путь их решения. По итогам встречи решено создать рабочую группу из руководителей профильных ведомств и активистов сообщества многодетных семей. И мы все, замы, главы администрации, согласны работать с этой группой на позитивных началах, не обвиняя друг друга, а дополняя, и чтобы в дальнейшем таких проколов не происходило. В конце встречи прозвучал вопрос, все ли согласны, вернее не так, а есть ли те, кто против. Единодушно, единогласно было принято решение, что все за. Пока обеды останутся платными для детей из многодетных семей. Однако администрация совместно с Думой рассмотрит варианты решения этого вопроса к началу следующего учебного года. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В прошлом году 33 семьи улучшили свои жилищные условия, поучаствовав в муниципальных программах. На средства, выделенные из бюджета, саровчане приобрели более 1600 квадратных метров. На воселье отпраздновали семь молодых семей. Государственные жилищные сертификаты получили ликвидаторы Чернобыльской аварии и переселенцы из ЗАТО. В начале этого года начался процесс формирования списков по федеральным и муниципальным программам, самыми популярными из которых остаются меры поддержки молодых семей. Оба супруга должны быть в возрасте до 35 лет. У обоих супругов должна быть нуждаемость. Молодая семья – это понятие – это мама-папа, мама-папа с детьми, либо одинокий родитель, воспитывающий детей. Тоже немаловажный факт подтверждения, что молодая семья имеет достаточные доходы для приобретения жилья. Это выражается либо справкой банка о возможной величине кредита, либо оценкой движимого и недвижимого имущества, находящегося в распоряжении молодой семьи. В списках участников программы «Молодая семья» – 145 саровских семей. Предположительно, в 2019 году свои жилищные условия улучшат 8 семей. Из-за изменения порядка распределения средств их число может увеличиться. В очереди на улучшение жилищных условий на сегодняшний день 979 семей. Сейчас у нас в планах ожидания – это зерно 43 строительства, где часть жилых помещений будет продана по установленной стоимости для очередников. Также мы в планах ожидаем перепланировка в неделю 54, где тоже будут квартиры очередниками переданы по договору социального найма. До недавнего времени в стране существовала государственная программа под названием «Жилье для российской семьи». В прошлом году руководство области запустило свою программу «Жилье для нижегородской семьи» для строительства квадратных метров «Стандарт-класса». Принять участие в ней могут и саровчане. К сожалению, пока, конечно, это у нас только территория Нижнего Новгорода и Кстова, но граждане, которые заявлялись ранее в нашей программе для российской семьи, они вправе перейти в программу для нижегородской семьи или вообще заявиться просто для участия в программе. Заявления от претендентов на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья принимаются до 15 марта. Документы для участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей» можно подать до 31 мая. Более подробной информации по телефону 977-51 и 990-57. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Когда в нескольких квартирах дома номер 10 по улице Силкина из кранов перестала течь холодная вода, жильцы не придали этому особого значения. Решили, что это плановые ремонтные или профилактические работы на трубопроводе. Однако холодное водоснабжение не восстановилось ни на следующий день, ни через неделю. Приезжала аварийка, ну аварийка, аварийка. Мы посчитали, что приехала аварийка, отключила. Значит, в понедельник придут люди, будут делать. Что-то устранять неисправность. Понедельник прошел, вторник прошел, среда прошла. Ну, начали волноваться без воды. Не в туалет сходить как следует, не помыться, не постираться, ничего не сделаешь. По словам жильцов дома, в аварийной диспетчерской службе им пообещали устранить проблему в течение дня. Но в реальности все оказалось не так просто. Холодную воду в стояке дома перекрыли после прорыва трубы в одной из квартир на седьмом этаже. Из-за ненадлежащего состояния коммуникации в доме пострадали и соседи снизу. Здесь, наверное, трубы, они уже лет под 50, наверное, чугунные. Да, может быть, их поставили еще не свежие. 40 лет. Да, 40 лет. 40 лет. И поставили их, может быть, не свежие еще были, может быть, какие-нибудь старые. Прогнили? Ну, я думаю, что, может быть, где-то какой-нибудь там свежий. Может быть, там где-то пахли, может быть, вся прогнила. Как пояснили работники центра ЖКХ, чтобы устранить проблему в доме номер 10 по улице Силкина, им необходимо провести тщательное исследование квартиры номер 62 на седьмом этаже. А для этого требуется согласие собственника. Но получить его будет сложно, так как мужчина выписался из квартиры 15 лет назад и на сегодняшний день проживает в другом городе. В ближайшее время, я надеюсь, мы найдем все-таки собственника, либо кто-то, кто следит за этой квартирой, в которой произошла утечка воды и заливает ниже расположенную квартиру. Если же в ближайшее время работники центра ЖКХ не найдут собственника квартиры, им придется отправить соответствующие документы в суд, где на рассмотрение заявления законом отведено 30 дней. И тогда будет принято решение, вскрывать квартиру или нет. Канал 16 будет следить за развитием событий. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. 29 января в 20.10 в прямом эфире канала 16 глава города ответит на вопросы саровчан в рамках программы «Актуальное интервью». Александр Тихонов – частый гость передачи. Регулярно он рассказывает о жизни города и деятельности городской думы. В этот раз он выступит в прямом эфире. Канал 16 постоянно развивается и идет навстречу своему зрителю. Живое общение, возможность из первых уст получить ответ – это вот то, что необходимо сейчас зрителю. И поэтому мы запускаем прямые эфиры. И первым гостем станет глава города Александр Михайлович Тихонов. Вопросы вы можете задать заранее по номеру редакции 60131. Этот же телефон будет доступен во время прямого эфира. Прямые эфиры станут традицией на канале 16. Актуальное интервью с интересными гостями, чиновниками администрации, депутатами городской думы дают возможность задать им вопрос и получить ответ напрямую. Поэтому оставайтесь с нами и следите за программой передачи. Прямой эфир с Александром Тихоновым на канале 16. 29 января, вторник, начало в 20.10. Не упустите возможность задать свой вопрос главе города. Снегопад, который шел несколько дней подряд, оставил много хлопот сотрудникам коммунальных служб. На ликвидацию последствий метели были брошены значительные силы. Более 40 единиц техники и около 90 человек сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия. Времени на уборку улиц у компании, которая выиграла муниципальный контракт, не так уж и много. Что касается дорог, не внутриквартальных территорий, а, например, конкретно дорог, по нормативам уборка во время снегопада должна начаться на дорогах не позднее одного часа с начала снегопада. И должна быть закончена основная уборка не позднее 12 часов после его окончания. Если же снегопад продолжается несколько дней, то циклическая уборка дорог в первой очереди. Тех, по которым двигается общественный транспорт, производится постоянно при наличии снежного слоя в 5 сантиметров. Все, что во дворах, это внутриквартальные и внутримикрорайонные территории. Их убирает по муниципальным контрактам основную массу центра ЖКХ, плюс еще какую-то часть территории также по муниципальным контрактам убирает управляющая компания. Вопрос вывоза снежных гор, которые образовались в местах механизированной уборки, также строго регламентирован. На эту работу у подрядчика есть всего 5 суток после окончания снегопада. По мнению жителей города, в этом году с уборкой снега дела обстоят неплохо. Мне кажется, в принципе, да, но есть места, где есть все-таки снег неочищенный. Во-первых, дворовые очень плохо, дворовые прям очень плохо, но здесь чистят. Ну, в общем-то, так-так неплохо, но вот я живу вот на Шевченко, у нас регулярно чистят, у меня абсолютно никаких нет претензий. На сегодняшний день центральные дороги города полностью очищены от снега, но техника продолжает работать на улицах и во дворах. Коммунальщики продолжают вывозить снег, очищать обочины и наводить порядок на лестницах и скверах города. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Насколько хорошо современные школьники могут анализировать, обобщать и сравнивать материал? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, была придумана новая форма проверки знаний. Каждый год в спортивном зале 16-й школы собираются юные эрудиты, чтобы побороться за звание победителя городского этапа метапредметной Олимпиады школьников. Это образовательное событие, где многое происходит по замыслу детей. И на самом деле, эта Олимпиада отличает от других Олимпиад то, что задания не имеют готовых ответов. То есть, нельзя сказать, правильно четко или неправильно, но здесь главное творческие решения детей. Эти самые творческие решения находятся в процессе активного взаимодействия в группе и мозговых штурмов. В команде из четырех человек участвуют по одному ученику из пятого, шестого, седьмого и восьмого класса. В процессе работы выясняется, что умение понимать суть проблемы, находить и анализировать дополнительную информацию совершенно не зависит от возраста. Работа в разновозрастной команде всегда очень полезна и обогащает, взаимобогащает всех участников этой команды. Во-первых, вырабатываются навыки учебного сотрудничества, очень полезные для будущей профессиональной и предпрофессиональной деятельности. Во-вторых, дети обучаются умению решать разные задачи, используя разный опыт. Валерий Краснов учится в шестом классе и уже во второй раз защищает на метапредметной олимпиаде честь седьмой школы. Когда в команде четко распределены обязанности, а все ее участники уделили время подготовке, можно рассчитывать на победу. Мне интересно участвовать, принимать участие в олимпиадах именно в таком формате, потому что тут можно красочно оформить газету, тут у тебя больше фантазии ты проявляешь. И вот именно работа в команде, то, что ты можешь пообщаться, кто-то может дать более хороший совет. Метапредметная олимпиада школы Росатома проходит в несколько этапов. За пять часов ребята успевают выполнить несколько типов индивидуальных и групповых заданий. Команды решают нестандартные задачи, после чего начинается процедура публичной защиты. Победителями финала первой метапредметной олимпиад стали саровчане. А по итогам всех олимпиад пяти мы занимаем самую высокую рейтинговую позицию по набору мест. Потому что мы только один раз не заняли призового места, а так всегда это первое, второе, третье. Вот это приятно на самом деле. Это подчеркивает высокий уровень образования в Сарове. Это важно. Победители муниципального этапа метапредметной олимпиады будут представлять Саров в финале, где встретятся со школьниками из других городов присутствия госкорпорации Росатом. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Вероника Федюнина вместе с другими добровольцами навещает воспитанников Потьминского детского дома-интерната уже около 10 лет. Со многими детьми уже подружилась. Вероника помнит и следит за судьбой каждого ребенка, которого встретила в этом детдоме. Так как эти дети особенные, они очень искренне в своих чувствах. Поэтому все волонтеры, как правило, уже имеют там своих определенных друзей. Они нас очень ждут, и мы очень ждем этих поездок. К каждой поездке готовимся и с радостью ожидаем встречи. Каждую встречу с детьми волонтеры стараются сделать неповторимой и особенной, устроить своим подопечным маленький праздник. В этот раз у нас будет мастер-класс. Мы будем делать свечу из бумаги. Также у нас будут игры подвижные. И, скорее всего, ребята тоже нам покажут какой-то концерт, потому что они очень творческие, любят и петь, и танцевать. И порой их программа даже затмевает нашу. Этим детям, оставшимся один на один со своей болезнью, уже много лет помогают неравнодушные горожане. В числе благотворителей, предпринимателей, сотрудники ядерного центра и муниципального сектора. Студенты и пенсионеры. Конечно, так как очень много народу, 150 человек, очень много нужд, с которым государство просто не под силу справится в одиночку. Поэтому хорошо, если мы все объединимся. И у нас это получается только с помощью наших горожан. Они очень активно отзываются каждый раз. Одним бы мы не справились. В этот раз в списке нужд. Констовары, одежда и обувь, предметы бытового назначения. Принести пожертвования можно на гуманитарный склад на улицу Пушкина, 24А. Подробности по телефону 8 904 044 24 04. Книга, которую в этот раз читали вслух, была написана в нашем городе и выбрала в себя воспоминания и заметки людей, переживших ужасы Великой Отечественной войны. Восьмиклассники по очереди перелистывали страницы книги «Опаленные войной». Первую часть этого сборника «Опаленные бедой» читали еще в прошлом году. Читали ребята тогда учащихся седьмых классов. Они подросли на год. И сейчас часть из этих ребят, которые были в прошлом году и читали фрагменты первой книги, снова в зале Дворца детского творчества. Это сделано осознанно, для того, чтобы такой мостик перебросить, и чтобы они увидели продолжение истории героев каких-то. Может быть, новые истории для себя открыли, новых героев. На встречу пришли и те, кто книгу создавал активист общественной организации «Дети войны». Для них, переживших в детстве ужасы войны, голода и потерь, очень важно, чтобы память о тех днях не стиралась из памяти потомков. Дети читают, дети это серьезно воспринимают, со слезами на глазах. И я обращаюсь к детям, чтобы они интересовались у своих родственников, прабабушках и прадедушках, о их военном детстве, чтобы они их тоже записывали и присылали к нам в организацию, чтобы они вошли и в третью книгу. Лилиана Юрьева, ученица школы номер 7, читает вслух книгу, созданную по воспоминаниям детей, переживших войну, уже второй раз. По ее мнению, книги, хоть и объединены единой тематикой, все равно различаются по наполнению, и у каждой свой неповторимый характер. Эти книги, они завораживают, но в то же время они как-то пугают с той поры, что в них описываются очень ужасающие события. События войны, которые, конечно, украшены каким-то грустным настроением. По заверениям активистов организации «Дети войны», скоро будет выпущена третья часть этого сборника воспоминаний. А значит, ребята, девятиклассники, прочтут вслух еще немало рассказов и очерков военных лет, написанных теми, кто эту страшную войну видел своими глазами. Кирилл Васинин, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Роман «Мизери» признан одним из самых лучших психологических триллеров Стивена Кинга. Он исследует тему взаимоотношений фанатов и их кумиров. Во что может вылиться слепое поклонение, какие патологические формы оно принимает и к чему может привести. На театральной сцене роман приобретает новое звучание. Сами актеры характеризуют его как триллер человеческих отношений. Очень много в жизни нашей и семейного насилия, и целые институты работают над этой проблемой. Так что здесь триллер нашей жизни, которая есть в реальности, он здесь существует. Сыграть героев произведения Стивена Кинга тяжело, признаются артисты. На сцене всего два актера, которые держат зал в напряжении более двух часов. Свет и звук также играют в постановке большую роль и помогают еще больше погрузить зрителя в гнетущую атмосферу происходящего. Существует много более легких спектаклей, более легких произведений, которые тоже имеют право на существование. Мы в подобных жанрах и в подобных формах тоже работаем. Но зрителю очень нравится этот серьез, эта глубина, и вот саровский зритель видит настоящий театр. Это здорово. На сцене между героями происходит настоящая психологическая дуэль. В реальной жизни, как признаются актеры, у них прекрасные дружеские отношения. Это даже интересно, что на сцене вдруг такая борьба, вот, а в жизни мы с удовольствием мило общаемся. И даже наши загородные дачи, они по соседству, и мы иногда ходим друг к дружке в гости. Как рассказали актеры, их спектакль сподвиг уже многих зрителей из разных городов познакомиться с произведениями Стивена Кинга. И начинали они, конечно же, с мизери. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. До большого сольного концерта в Саровском драматическом театре остается все меньше и меньше времени. Поэтому репетицию Анжелы Дорониной проходят в усиленном режиме. Репертуар уже составлен, осталось только отработать каждый номер, до мелочей продумать образы, справиться с волнением и 31 января выйти на большую сцену. Мне очень нравится, когда идет отдача от зрителей мне, и я им поэтому отдаюсь. И надеюсь, в будущем я буду выступать больше площадках, на таких площадках, чтобы мне тоже давались зрители, и чтобы я шла просто по своему пути. Анжела начала заниматься вокалом, будучи совсем юной девочкой, и сразу начала подавать надежды. Сегодня солистка мечтает выступить на детском Евровидении. Планируется, что средства, собранные с продажи билетов, пойдут на приобретение авторской песни для выступлений на главном музыкальном мировом конкурсе. Если человек творческий, то он, конечно же, хотел бы завоевать самые высокие сцены. И в данном случае Анжела попытается на нашей сцене театра сделать это. А дальше мы уже будем стремиться к новым высотам и новым победам. Анжеле уже удалось заявить о себе на всю страну благодаря участию в популярном проекте «Голос дети». Солистка выступала на международном творческом конкурсе для талантливых городов из присутствия атомной отрасли «Нью Кидз». Неоднократно становилась лауреатом всероссийских фестивалей. Очередной сольный концерт может стать новым витком в ее исполнительской карьере. 31 января, в 6 часов, в театре у меня состоится мой сольный концерт. Приглашаю вас на него. Я постараюсь вам подарить хорошие эмоции и радостное настроение. Билеты можно приобрести в кассе театра. До встречи! Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Людмила Кузьменко вместе с папой Антоном принимала участие в конкурсе «Красный, желтый, зеленый» первый раз. Из подручных материалов они сделали светофор, в котором при включении в розетку начинают переключаться цвета. Идея была мамина, реализация наша с дочкой. Из того, что было, как говорится, слепили. Люда помогала мне и бояла даже сама где-то что-то подержать, где-то кнопочки вставить. За свою работу Людмила получила диплом первой степени в номинации «Техническое творчество». Девочка призналась, что участие в конкурсе «Красный, желтый, зеленый» помогло ей лучше усвоить правила дорожного движения. Я знаю то, что надо всегда смотреть по сторонам и переходить на зеленый свет. Конкурс «Красный, желтый, зеленый» традиционно организован при поддержке Департамента по делам молодежи и спорта, Департамента образования и отдела ГИБДД Сарова. Все конкурсы, которые связаны с обеспечением безопасности дорожного движения, они в первую очередь очень нужны для того, чтобы привлечь внимание детей, внимание родителей, педагогов к теме обеспечения безопасности дорожного движения к детскому дорожному травматизму. Традиционно работы участников конкурса можно посмотреть на выставке. Она будет работать в течение месяца в Клубе здоровья по адресу Силкина 10-1. Любое дошкольное учреждение, любая школа, любой класс может посетить выставку, посмотреть представленные работы, познакомиться с работами-победителями. Ну и впоследствии, может быть, для себя сделать какие-то выводы. Всего на конкурс поступило более 150 рисунков, макетов, моделей, панно и аппликаций. Авторы 20 лучших работ получили дипломы и памятные призы. Екатерина Пёнова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Стиль музыки Степана Соболева трудно поддаётся определению. Это смешение совершенно разных жанров и направлений. На создание песен музыканты вдохновляют разные вещи, люди и моменты. Живёшь, что-то переживаешь, чувствуешь, видишь, ощущаешь. Какие-то вот моменты, вот Саров, например, очень много песен написано. В Сарове, вот, не знаю, идёшь по лесу, гуляешь, и просто в голове начинает играть песня. Уже вот она, уже пришла, и вот как-то раз. Либо что-то, какая-то фраза одна появилась, и от неё потом всё вырастает. Или какая-то музыкальная фраза, или четверостишье. Степан Соболев уехал из Сарова больше 10 лет назад. Однако, даже живя в Петербурге, он не забывает свой родной город и часто сюда приезжает. Степан отмечает изменения, которые произошли в творческом плане в Сарове со времени его отъезда. Например, появляются студии какие-то, появляются молодые музыканты, интересные музыканты. Их много. Постоянно происходит, вот, например, афиша событий идёт. То есть, вот, например, сейчас каждый день будут концерты идти в Сарове. В планах у Степана писать новые песни, организовывать новые концерты, находить новые точки соприкосновения со слушателями. Как уверяет исполнитель, секрет успеха любого музыканта в постоянном саморазвитии. Если не будешь развиваться, всё, ты остановишься на каком-то моменте, скажешь, там, я доволен собой, всё. Ну, ты пропадёшь как артист, потому что настоящий артист всегда недоволен собой. Начинающим музыкантам Степан советует верить в то, что делаешь, верить искренне, упорно и до победного. Екатерина Пёнова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. 21 января весь мир празднует лучший праздник в году. Ну, кроме Нового года и моего дня рождения, Международный день объятий. И мы пошли на улицы города, чтобы отпраздновать его вместе с горожанами. Пойдёмте со мной. Ты знаешь, что сегодня самый классный праздник в году? День обнимания. Объятий. Объятий. Да, обнимемся, отпразднуем. Давай. С праздником. Спасибо. Красавчик. Спасибо, с праздником. Я вам хотел сказать, что сегодня Международный день объятий. Сегодня весь мир обнимается. Давайте обнимемся. Ну. Как приятно. Хорошего вам дня. С праздником. У людей сегодня большой праздник. Малый. Кто-то будет отмечать его дома. Кто-то будет отмечать его на улице. Ну, а мы отмечаем со всем городом. Это классно. Сегодня Международный день объятий. Будем праздновать? Да. Давайте обниматься тогда. Все, все, все. Уху. Ну, вы поняли. Спасибо, девчонки. Хорошего вам дня. Вы знаете, что сегодня Международный день объятий. Объятий. Объятий, да. Слышали про такой праздник? Нет, не слышу. Это молодежь, что это. Я вам что предлагаю. Давайте его прямо сейчас с вами отметим, как положено. Обнимемся? Давайте. Кстати говоря, врачи рекомендуют пять раз минимум обниматься с кем-нибудь. Ну, в принципе, мы обнимаемся. Вот мы ходим в храм, все уже друг друга знаем. И мы обнимаемся и целуемся. Отлично. Отлично. Поздравляем вас. Хорошего вам дня. Сегодня большой праздник. Международный. Международный день чего? Объятий. Да что вы, давайте обнимемся. Надо сразу отмечать начинать. Конечно. Хорошего дня. И вам тоже. Спасибо. До свидания. Знаете, какой сегодня праздник? Какой? Международный. День объятий сегодня. Будем праздновать? Да. Ура. Международный день объятий – это тот самый праздник, который не потребует от вас ни финансовых вложений, ни какой-то определенной компании. Просто выходите на улицу и обнимайтесь. Всех вас с праздником. Всемирный день снега организован в Сарове уже в шестой раз. Из года в год этот праздник набирает все большую популярность. В этот раз, по оценкам организаторов, его посетили более двух с половиной тысяч саровчан. В рамках Всемирного дня снега прошел день единых действий и день зимних видов спорта. С целью привлечения большего числа людей к занятиям спорта в зимний период времени, а также активный отдых всей семьей на природе, где люди могут не только семьей, но и компаниями построить снежную фигуру, поучаствовать в конкурсе, который проводится в Центре внешкольной работы. Представлены русский хоккей, представлен зимний мини-футбол, также в лыжной гонке. Большой интерес у посетителей праздника традиционно вызвал конкурс снежных фигур. Стараниями воспитанников детских садов, школьников, их родителей, учителей и воспитателей на лыжной базе поселились герои любимых сказок, вылепленные из снега. Колобок, царевна лягушка, курочка ряба, змей горын, чем многие другие. Инициативная группа детского сада номер 31 создавала персонажей русской народной сказки «Заюшкина избушка». В этот раз у нас детки еще очень маленькие, они любят эту очень сказку, сочувствуют зайчику, хотя и лисичке тоже сочувствуют, потому что домик у нее растаял, поэтому мы выбрали эту сказку. Пообщаясь с детьми, вот они предложили. День снега, по признанию участников, стал прекрасным поводом провести выходной на свежем воздухе и получить заряд бодрости и хорошего настроения перед рабочей неделей. Классная погода, сегодня тепло, даже вполне весело, очень интересно, креативно получается все лепить. Даже не ожидал, что так получится. Пришли, была маленькая кучка снега, а получилось очень даже красивое сооружение, так скажем. Также на лыжной базе работали игровые зоны, был организован забег в Кигуроме и семейный спуск с горы на Ватрушках. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Горсть пшена, картон и пищевой клейстер – вот и все, что нужно, чтобы изготовить экологичную кормушку для птиц. Смастерить такую по силам каждому в рамках фестиваля-конкурса «Бумеранг» активисты пионерских организаций провели мастер-класс, на котором рассказали обо всех тонкостях создания фигурных кормушек. Начнется февраль, обычно это холода, морозы, и, соответственно, чтобы помочь птицам, чтобы они не были голодными. Фестиваль-конкурс «Бумеранг» посвятили 75-летию снятия блокады Ленинграда и предстоящему 75-летию Победы. Организаторы подготовили для школьников несколько заданий по тематике фестиваля. Ребятам предстояло за несколько минут расшифровать с помощью азбуки Морзе письмо, составить донесения в штаб партизанского отряда, сделать плакат, поднимающий боевой дух красноармейцев, а также собрать и разобрать автомат на время. Артем Леник справился с этим без особого труда. Если научиться, его разбирать несложно. Если, конечно же, будет новичок его собирать, то трудновато будет ему первый раз его собирать и разбирать. А для чего это нужно, лично для меня. Так как у меня нет никаких осложнений с здоровьем, я пойду в армию, и там, чтобы меня это не учили, я бы хотя бы мог показать, как это сделать, и мог советовать как бы таким небольшим примером. На фестивале ребята смогли познакомиться с техникой скетчинга, понятиями буктрейлер и кроссбукинг, а также пообщаться с ветеранами, героями книг, опалённой бедой и опалённой войной. Фестиваль «Бумеранг» – он такой праздник и мастер-классы, и новые знания, и какой-то прикладной опыт. И сегодня мы показываем ребятам и вожатые друг другу, что мы знаем, что мы умеем и что мы можем сделать. По мнению большинства участников, в День пионерии обязательно надо повторить самые интересные мастер-классы. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24.